Девушки отдыхают Повнимательнее, это часть подготовки Аккуратно, аккуратно Почти добрался Проклятие, я почти взял сокровище Хочешь, я тебя разочарую? Ты взял сокровище, прошел сквозь него Шляпы рядом с полицейской машиной либо есть, либо их нет Исключительно круглая луна Откуда через стойку на вас светит солнце, если застойка не будет Только нет этого окна, оно немного дальше А я думал твой брат странный Нет, теперь другой Кепок с елкой на полке раньше не было Я целую подушку с нарисованным лицом Венди Да, неплохо Ура, пухли из воздуха между кадрами Его место в доме, он член семьи Члены семьи не катаются в грязи Ну, кроме Зуса Зус не перестает удивлять Сначала грызет в древесину, потом катается в грязи Дальше он, наверное, будет есть пух Если все пойдет по плану, монстр заглотит палку Заденет веревку и включит фотоаппараты А, Б и С Только почему аппараты Б и С никак не обмотаны веревкой так, чтобы они задели кнопку сфотографировать? Привет, я Боберин Зобби А вам нужен супер-мягкий супер-слим Помещается 10 младенцев Знаю, вы подумали, это не годится для свиней А вот и не отгодится Чувствую биение сердца хрюшки Какой нормальный человек купит эту хрень только для свиньи Я не беру Мейбл, я говорю про остальных людей Мейбл либо не держит спицы, либо держит Я вам покажу единорога из кукурузы Это единокуруз Ну ладно, короче, смотрите А теперь вопрос Как пухля, не снимая полотно, умудрился как-то съесть кукурузу И мало того, что один початок, так он всё съел Дети раньше не держали сувениры в руках Чудовище Сам ты чудовище У тебя фотка на 45 повернулась Кто хочет победных на отёс? Я съел только одну треть Ну половину Я съел всё, чувак Так и зачем ты принёс пустую миску Если спросят, этого не было О, дядя Стэн, но там же опасно Там хищники Какая глупость Слова противоположны происходящему И так как ты примотал пухлю к гвоздю Я думаю, должен был быть совершенно другой исход Из которой свинья точно не вышла бы живой И лучше бы верёвка улетела вместе с пухлей Потому что на земле она пропала Смотри, что ты наделал! Ээээ, он отключил проявочную? Всего за минуту? Картина раньше висела в совершенно другом месте Рядом с матрасом Что случилось? Странный вопрос Рокировка Что же ещё? Также за спиной либо есть тотем Либо его нет Либо, чёрт возьмён, есть Дядя Стэн, ты же не оставлял его на улице О, что? Нет, даже не думал И я не подозрительный Ты подозрительная Кто такой пухля? Стал бить его прямо по морде Но он играл нечестно Понятно, что Стэн врёт Но динозавр только что тыкнул сквозь очки О, пухля Мэйбл, вы фоткались вообще по-другому Ты левой рукой держала фотик Вот по этой нитке А это случаем не та нитка, которой не было Я уже не удивляюсь предметам из воздуха Вот так Птеродактиль опомниться не успеет Хе, только он птеродактиль, Зус Вообще-то неизвестно как правильно, потому что... Потому что ты нарисовал на машине правильное название? Птеродактиль? И баллончик с краской рядом с Зусом решил испариться Красная нитка ведёт Я сидел и играл на банджо Прилетает громадина, хватает мои музыкальные ложки И улепётывает прямо под землю в заброшенную шахту А как птеродактиль, выйдя из шахт Умудрился пройти сквозь вот такой проём Он как бы меньше его самого Клише внизу всегда есть что-то мягкое Они залиты древесной смолой Вот как они прожили 65 миллионов лет Ух ты Летняя жара растопила смолу Либо летняя жара выбирает избранных Как это случилось с птеродактилем Либо летняя жара решила не воскресать и других динозавров Экспонаты огородим, поставим билетёра А, давно надо было выставить свинью из дома Стой, что ты только что сказал? Эээ, то, что на земле были рельсы И мало того, что стены не было Чтобы найти пухлю, нужно просто идти по нитке А нитку вы, видимо, обрезали Начало пути было у хижины Будем просто идти и идти Ну, ещё и за секунду клубочек появляется Погодите, я... Эй, спокойно, я починил ваш фонарь Ты хоть весь скотч и клей используй Ты вот эти осколки за минуту не починишь Самое главное, стойте очень тихо и неподвижно Иии-ха, мы нашли птеродактиля А то, что раньше герои кричали и двигались Птеродактиль было всё равно У меня есть идея. Мэйбл свяжет Зусу свиной костюм. Это здорово. Мэйбл свяжет костюм из чего? Из воздуха. Нит так же собой она не взяла. Осторожно! Поломанные рельсы через секунду снова будут починены. Майнкрафт в деле. И опять, всегда есть что-то мягкое. А как Пухля снял свой супер-слинг, лучше не спрашивать. У вас есть изобретение, чтобы отвлечь птеродактиля? Еще бы! Нет! Я бы сказал, что это отсылка на с приветом по планетам. Только проблема в том, что Gravity Falls вышел раньше. Так что оставляем все как есть. Да, такой глупости я еще не делал. То есть, пока ты, летающий полудурок, пикировал на сцену. А он за секунду умудрился надеть Пухлю? Ура! Я не знаю, ты жив! Мистер Пайнс, вы целы? Шапка из воздуха. Раньше ее не было. Быстрее! Гейзер вытолкнет нас наружу! На твоем месте я бы сначала узнал температуру Гейзера. Странно, что вы не стали шашлыком. Кстати, камень, который взлетел на воздух, вниз так и не упал. Хрюкает! Он себя выдал! Я пас! Не повезло тебе, салага! Пухля блефовал! Все! У меня были четыре туза! Четыре туза. Четыре туза! Ну ладно, про четыре туза мы опустим тему, так как у тебя фактически не могло быть четырех тузов. Вы играете в техасский холдем, делают соперника только две карты на руках. Что-то мне это не нравится. Брось! Ему пришлось бы взломать сейф и украсть свидетельство о собственности. То, что он сейчас делает? Гидеон дебил. По-тихому ворваться в кабинет он не может. Ты бы так в наглу не притворялся нажимать на кнопки. Сбоку от сейфа либо есть окно, либо его дальше нет. Ход от этого сейфа хранится там, откуда не украсть. В моей голове. Голова не так надежна, как ты думаешь, Стэнфорд Пайнс. Терпение переполнено, все. Пора открыть величайший секрет этого дневника. Пистолет Нерф от Диппера куда-то пропал. Как-то нам забыли поставить фотографию в рамку. Хотя фотка там была. И Мейбл Зусом немножечко поменялись местами между кадрами. О, я знаю много всего! Много всего! Я знаю много всего. Но я тебе не скажу, что Стэн на самом деле Стэнли. Из 14 оленьих зубов до земли долетело лишь 10. Также, если время сейчас остановилось, то почему в этом моменте свечи горят, а не застыли на месте? Парень, ты меня убедил! Я готов! Я помогу тебе, а взамен ты поможешь мне с моим делом! Подробности расскажу позже! Утаиваем информацию о зрителе, ведь нам надо еще второй сезон снять. Теперь нужно спасать Стэна! От кого? Злой треугольный парень. Слушай, а откуда ты взял чипсы? А по дороге еще мы купили чипсов. А по дороге? То есть вам настолько начихать на сцену? Мы с вами отправляемся в самое ужасное и противное место в мире. В разум нашего дяди. Клише «Гроза» всегда бьет в эпик момент. Продолжаем пополнять коллекцию грехов с пустыми страницами. Я люблю Зуса как сына. Зус, дело серьезное! Простите! Зус в это время не шевелил ртом. Я властелин разума! Я даже знаю, о чем ты сейчас думаешь! Вот и неправда! Никто не знает, о чем я думаю! Слова противоположны происходящему. Билл в этом кадре пробил дырку в стене, но в следующем дырки уже не будет. Я знаю правильно! Ух ты! Воспоминания Стэна! Вопрос. Если это воспоминания Стэна, то почему мы не видим воспоминания его глазами? Почему мы видим камеру, которая была сфокусирована в сериях? Колумбийский охранник между кадрами куда-то пропал. Эту же участь постиг и чемодан, который взялся из воздуха. Это какой-то кошмар! Не знаю, что сказать! А вблизи она странно выглядит! Думай, как сбежать! Уважительная причина! И вот это называется на минуточку «влюбился в ленивую Сьюзан». Ничего себе ты влюбился! А также у ленивы Сьюзан пропала тарелка с едой. Вот что я тебе скажу, если хочешь знать, что я думаю! Парень-неудачник, слабак, стыд и позор! Вот бы от него избавиться! A few moments later Опять этот день, парень-неудачник, слабак! Вот бы от него избавиться! Ха! Да! Именно так говорили обо мне, когда я был ребёнком! Вот почему в первый раз, когда Диппер открыл эту дверь, диалог не продолжился! Даже не было «эх!» По сравнению с первой и последней сериями, ты ввёл код неправильно. Чтобы найти нужную дверь, надо думать, как Стэн. Он вечно всё от всех прячет! Да! Свой ордер на арест он прячет под ковриком в магазине! Ордер на арест выдают лично полицейским. Стэн либо убил полицейского, либо умудрился как-то подкупить. Жаль, что приходится гадать. Из-за этого грех. Не договорил ключевую фразу-клише. Ребята, я видел Стэна на роликах и в коротких шортах. Так, ладно, ладно. Я бы поверил, если бы Билл усыпил Зуса. Но как можно было проворонить настолько, что Билл превратился в Зуса? Ручка от двери либо справа, либо слева, либо всё-таки справа. Решите уже, пожалуйста. Бежим, нужно спасать Стэна! Зачем? Зачем мне его спасать? Я день и ночь на него пашу, и вместо благодарности он хочет от меня избавиться. Ты ошибаешься! Я своими глазами видел его воспоминания. Он вечно меня доставал, и ясно почему. Стэн меня ненавидит! Слушаю! Я как-то упустил тот момент, что Билл с Гидеоном обменялись номерами телефона. Диктую, бумага и ручка есть? Чтобы запомнить шестизначный код, нужна бумага и ручка. Гениально. Тринадцать... Сорок четыре... А? И опять не договорил ключевую фразу-клише. Ха-ха! Бум! Как ты в разум Стэна умудрилась пронести пистолетик Нёрф? Ты не могла его воссоздать. Ты даже пока не знаешь, как воссоздавать. Я вижу на ножа! Уговор от меня! Стой! Нет, стой! Перехожу к другому плану! Гидеон, ты бестолочь. Ты знаешь четыре цифры. И тебе осталось ввести всего две. У тебя сто комбинаций. Ты мог спокойно начать от нуля и заканчивать девяносто девятью. И ты бы спокойно мог открыть сейф. Это было ужасно. В школьном дворе я был самым слабым. Не, не был. Второй сезон. Думал, что отец ко мне придирается. Но он желал мне добра и здорово мне помог. Стэн так и не выглядел во втором сезоне. Он даже когда учился в школе был крупнее. Диппер между кадрами появляется за стенкой. Почему я с ним так строг? Закаляю его, чтобы когда нужно он мог дать сдачи. Получилось! Ха-ха-ха! Да! А ты сам посмотри. Парень мужает на глазах. Знаешь, как я им горжусь? Ты только ему не говори. У него и так башка большая. Это правда. Зачем целиться в героев? Давайте для пущей драматичности где-то с центра начнем стрелять. Потом не жалуйся насчет своего глаза. Ты слушайте! Надвигается тьма! Скоро наступит день, когда все, что вам дорого изменится! Клещи, всегда есть какое-то пророчество. Мы победили! Вы проиграли. Грех я все равно влеплю. Куда пропали свечи? А что это за страны? Ну, наверное, спрашивать, как ты прошел сквозь стенку, не стоит. Меня другое волнует. Если у тебя все это время был динамит, что ж ты его раньше не использовал? Зачем этот геморрой с демонами? Не волнуйся, Стэнфорд. Документы у меня. Хижина чудес принадлежит мне. Когда это овладевание чужими документами стало твоей собственностью? Там как бы вписано имя Стэна, не твое. Прошло порядка 10 секунд, а Гидеон уже умудрился залезть на гусеницу экскаватора. Ущипните кто-нибудь. Клише, герой просыпается с криком от страшного сна. Что Гидеон украл документы на хижину чудес. Нас всех выгнал и нам пришлось переехать к бабушке Зуса. Нет, это был не сон. Это все не сон клише. Я победил Гидеона своим абортажным криком. Ты достала крюк из пижамы. Из пижамы, Карл. Бат, я тебя разочарую. Тебя на сцене забыли нарисовать. Какая ужасная клевета. Мистер Пайнс, вы сами отдали мне вашу хижину. Вот ваше свидетельство. По-моему, веское доказательство. Мы обязательно вернем хижину. Неплохо бы. Венди. Если я лишусь работы. Зато я не лишусь. Пропало дерево, появился велосипед. Это одна и та же дорожка. Между кадрами Стэн умудрился телепортироваться подальше от телефона. Расслабьтесь. Если бы не мог позаботиться, сразу бы отправил их к вам. Ага. И вам тоже. Дядя Стэн, закажем пиццу? Рамка с фотографией сгорает за секунду. Даже пепла нет. Я тут много думал. Я не могу о вас заботиться. У меня нет ни дома, ни работы. Короче, вы едете домой. Автобус завтра. Вот ваши билеты. Но, дядя Стэн, нельзя сдаваться. Точно, посмотрите на их лица. Улыбнись, Мэйбл. Спасай каникулы. Нет, всё, я проиграл. Вам лучше вернуться к родителям. Мне жаль, дети. Гидон победил. Лето кончилось. Мистер Пайнс, вернитесь! Так нельзя! Обердак! Диппер выжил. Даже два раза после попадания крюком. Ооо, а это что такое? Я долго с этим возился. Это какой-то чертёж для создания супер-пупер-оружия будущего. Клише всегда есть какая-то бундервафля, которая может уничтожить мир. Стакан самого крепкого и просроченного яблочного сидра. Чёс, мистер Пайнс. Зус, что ты тут делаешь? Похоже, катаракта из второй серии на тебя сильно повлияла. Что ты зусов в упор не видишь. Я поверю, что вы неуязвимы и пролезаете через колючку, но я не поверю, что вы телепортируетесь на крышу хижины. Как вы там оказались? Но как вы их нашли? О, нет. Что? Неужели это... Это он? Теперь понятно. Я ведь даже не думала об этом. Дневник был у тебя. Нет ни сила, ни ума. Признай, без книжки ты ничто. Ведь у тебя всегда есть план. Нет, это в дневнике всегда был план. Сама подумай, Мэйпл, Гидеон прав. Все мои храбрые или крутые поступки только благодаря дневнику. А сам я ни тебе не помогу, ни Стэну, и вообще никому. Но ведь должен же быть какой-то выход. Какой уж тот выход. Простите, по-другому никак. Неужели это все по правде? Вы покидаете Gravity Falls. Наконец-то он мой! Наконец-то у меня дневник номер три? Так их целых три! Продолжаем делать сюжетные дыры. Ты обязан должен был знать, что дневников целых три. Потому что во втором сезоне, когда Стэн читает первую книгу, там написано продолжение в книге 2. По той же аналогии у тебя должно было быть во второй книге. Мистер водитель! За нами гонится гигантский робот Гидеон! Привет, друзья! Сэнс! Еще одни страдающие катарактой. Вы заходили в автобус и его даже не заметили? Вы у меня на мушке! Так, говорят люди, у которых хотя бы есть пушки в руках. У тебя нет ничего из этого. Примерно 10-15 секунд прошло. И поэтому неясно, как наши герои незаметно спустились вниз. Сломанный железнодорожный мост подчинился, стоило от него отдалиться. Говори, где дневник номер один? Дневник номер один? Не надо шутить со мной, сломка! Не понимаю, о чём ты говоришь! У меня был только то, что ты взял! Не понимаю, зачем они вообще тебе нужны! Отпусти её! Всё ещё думаешь, что ты герой? На помощь! Признай, без этой книжки ты ничто! И что ты сделаешь? Нет ни сила, ни ума! И что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Теперь осторожно! Чуваки! Нет! Чуваки! Нет! Мой абордажный крюк! Клише, мы думали наши герои умерли, на самом деле не шиша. И если вы зацепились за мост, то в этом кадре вас хотя бы должно быть видно. Хотя бы маленькую точечку. Что это? Оно там лежит! Я сомневаюсь, что после такого ядерного взрыва кто-то сумеет выжить. Да! А еще он экстрасенс! Экстрасенс, говорите? Бам! Гидеон дебил. Видимо уже в третий раз. Потому что так тупо спалиться надо еще уметь. На кой черт ты поставил камеры видеонаблюдения к себе в робота? Что тебе мешало сделать в доме? И как Стэн об этом узнал, что в роботе есть камеры видеонаблюдения? Ты тоже телепат? Мы тут с Мейбл поговорили и решили кое-что тебе рассказать. Я нашел в лесу вот эту книгу. В ней говорится обо всех чудесах, что творятся в Gravity Falls. Гидеон из-за нее чуть весь город не разгромил. Не знаю кто и ради чего ее написал. Но после всех испытаний, ты заслуживаешь того, чтобы о ней знать. Но зачем такому зануде как дядя Стэн такая книжка? Аой! ЗУ granddaughter! Ахахахахахем! Крупный парень. А казус. Как-то умудрился спрятаться в коробке. Вольт нервно курит в сторонке. а После стольких лет Наконец-то я нашел все три Заработало Ну вот и все Заработало 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 Субтитры создавал DimaTorzok